Хатабыч устроил так, что когда все три наших героя явились на борт Ладоги, их очень хорошо встретили, предоставили им превосходную каюту и ни разу не поинтересовались, по какому, собственно говоря, праву они попали в состав экспедиции. Хатабыч уж так устроил, что этот вопрос просто ни разу не возникал ни у кого из веселых и дружных пассажиров Ладоги. Зато за 20 минут до отплытия на пароход совершенно неожиданно для капитана были погружены 150 ящиков апельсинов, столько же ящиков чудесного винограда, 200 ящиков фиников и полторы тонны самых изысканных восточных сладостей. На каждом ящике было написано для всех участников экспедиции и всех членов неустрашимой команды Ладоги от гражданина, пожелавшего остаться неизвестным. Не нужно быть особенно проницательным, чтобы догадаться, что это были дары Хатабыча, который не хотел, чтобы он и его друзья даром участвовали в путешествии на Ладоге. И действительно, спросите любого участника экспедиции на Ладоге, все до сих пор с большим удовольствием вспоминают о гражданине, пожелавшем остаться неизвестным. Его дары пришлись всем по вкусу. Вот теперь, когда читатели более или менее подробно ознакомились с обстоятельствами, при которых наши друзья очутились на Ладоге, мы можем со спокойной совестью продолжить наше повествование. Погода благоприятствовала Ладоге. Три дня пароход шел чистой водой. Только к концу третьих суток он вошел в полосу однолетних и разреженных льдов. Ребята как раз играли в шашки в кают-компании. Когда туда вбежал, придерживая правой рукой свою неизменную соломенную шляпу, взбудораженный Хатабыч. «Друзья мои», — сказал он, широко улыбаясь, — «удостоверьтесь, прошу вас, все море, насколько можно охватить его взором, покрыто сахаром и алмазами». Для Хатабыча эти слова были вполне простительны. Никогда за свою почти четырехтысячелетнюю жизнь он не видел ни одной стоящей глыбы льда. Все, находившиеся в кают-компании, бросились на палубу и увидели, как навстречу Ладоге бесшумно приближались мириады белоснежных льдин, ослепительно блестевших под яркими лучами полуночного солнца. Скоро заскрежетали и загремели первые льдины. Поздно ночью, но светло было и солнечно, как в ясный день, экскурсанты заметили в отдалении группу островов. Первый раз они увидели величественную и угрюмую панораму архипелага земли Франца Иосифа. Впервые они увидели голые мрачные скалы и горы, покрытые сверкающими ледниками. Ледники были похожи на светлые острогрудые облака, крепко прижатые к суровой земле. «Пора на боковую», – сказал Волька, – «когда все уже вдоволь насладились необычайным видом далеких островов. И делать, собственно говоря, нечего, и спать никак не хочется. Вот что значит не привыкли спать при солнечном свете. А мне, облагословеннейший, представляется, что спать мешает не солнце, а совсем другое», – смиренно высказал свое мнение Хаттабыч. Но никто не обратил на его слова никакого внимания. Некоторое время после этого разговора ребята еще бесцельно слонялись по судну. На палубах становилось все меньше и меньше народу. Наконец отправились в свои каюты и наши друзья. Вскоре на всей Ладоге остались бодрствовать только те из команды, кто был занят на вахте. Тишина и покой воцарились на Ладоге. Из всех кают доносились мирный храп и тонкое посапывание. Как будто дело происходило не на пароходе, затерявшемся в двух с половиной тысяч километров от большой земли, в суровом и коварном Баренцевом море, а где-нибудь под Москвой, в тихом и уютном доме отдыха, во время мертвого часа. Здесь даже были так же, как и в палатах домов отдыха, задернуты шторы на иллюминаторах, чтобы не мешал уснуть яркий солнечный свет.